Всем привет! Это канал Походный Оптимист. Сегодня поговорим о нескольких мифах, которые сложились в обществе о ножах для метания. Миф номер один. Метательный нож – это страшное боевое оружие, которое поражает все и вся на расстоянии 20 метров к учителю. Просто ложись и прячься. Миф явно порожден кинематографом и различными фронтовыми историями. По факту же, если у человека есть нож, последним дураком он будет, если этот нож выбросит. Рабочая дистанция для метания – 3-9 метров. Еще дальше отойти от мишени можно, но уже непросто. Миф два. Неважно, что и с какой дистанции метать. Очень даже важно. Нож, который весит меньше 100-150 грамм, трудно метать даже людям, подготовленным. А начиная с этого обучения, вообще последнее дело. Любые пластиковые рукоятки или накладки неизбежно разобьются и сорвутся с ножа. Это только вопрос времени. Точно так же срезается любая обмотка. Исключительно мешают метанию возможные балансиры. Они быстро сбиваются и меняют баланс. Да и не нужны ножу балансиры, откровенно говоря. Но о балансе чуть дальше. Любая техника метания, даже безоборотная, так или иначе, привязана к дистанции. И если мы произведем два абсолютно одинаковых броска с 3-3,5 метров, ножи придут к мишени совсем по-разному. Миф три. Ртутные ножи, которые втыкаются, как их не кинь. Они всплывают в каждом втором разговоре метания и чего угодно. И практически у каждого уважающего себя человека есть друг, сват, брат, бывший командир, который их лично держал в руках и даже металл. У особо уважаемых ртутный нож буквально лежит в гараже. Но после просьбы предъявить, связь с другом загадочно прерывается. А нож теряется. Я не сомневаюсь, что ртутный нож существует. Но до чего же он неуловим, сволочь? За 10 лет поисков я ни одного рабочего ртутного ножа так и не встретил. Миф номер четыре. Хорошо летают только сбалансированные ножи. Или нож с каким-то особенным балансом. Огромное заблуждение. Существуют ножи сбалансированные, у которых геометрический центр совпадает с центром тяжести. И несбалансированные. Центр тяжести смещен в сторону рукояти или клинка. Нож с балансом в рукоять с большой силой поразит цель при броске хватом за клинок. Нож с балансом в клинок при метании за рукоять. А сбалансированный нож одинаково обходит в мишень с одинаковой силой при любом способе метания. В этом вся разница. Ножи для метания является темой отдельного разговора в случае, когда вообще заходит речь о метании. Как правило, все метатели, кроме тех, кто сразу начал тренироваться в спортивном зале с тренером, начинают метать не специализированные ножи, а те, которые попались под руку в тот момент, когда их посетило вдохновение. Самое главное, помните, любой клинок опасен, особенно при метании. Выберите безопасное для себя и окружающих место для метания. С вами был канал Походный Оптимист. Всего хорошего. Пока. Продолжение следует...